Рабочий выезд Ленур Абдураманов начинает с посещения единственной в армянской мечети. Она была построена в 1992 году силами местных мусульман. Это святыня, одна из первых, возведенная в Крыму после массового возвращения крымско-татарского народа на родину. Сейчас объект переходит на баланс муфтията. Местная власть собирает всю необходимую документацию. Муниципальное образование на сегодняшний день процедурно оформляет весь этот процесс. И надеемся, что завершим решение данного вопроса уже в начале 2020 года. Прием граждан в администрации города Армянска начался с положительного момента. За 4 года в Армянске 17 нуждающимся семьям по программе выкупа жилья были приобретены дома. Таким образом, в настоящее время очередность граждан из числа реабилитированных народов Крыма, состоящих на квартирном учете в Армянске, полностью закрыта. Ни душевые, ничего там нет, исключительно. Пришли, сделали ремонт, разбили все общежития, все сквозняки везде, полностью. Как людям жить? Зима пришла. А это уже жители Красноперекопска. Эмоционально рассказывают о проблеме. Сидамид Халилов больше 30 лет проживает в общежитии на улице Ломоносова, которая нуждается в проведении капитального ремонта. В жеке слесаря пришли, были леневки чугунные, все поразбивали на металл сдали, а здесь пенопластом задулись, крыша вода текет, кухни мухни. И кто это что теперь будут ремонт делать, мы платить будем за них? Отопление все вырезали. Сейчас администрация города Красноперекопска занимается подготовкой проектно-сметной документации и прохождением государственной строительной экспертизы. После чего Министерство жилищно-коммунального хозяйства включит общежитие в программу по проведению капитального ремонта. Все понимаем и идем к этому, чтобы к концу года у нас появилась проектно-сметная документация, которая будет охватывать все конструктивные элементы здания и сами места, где проживают люди. Проблемное общежитие, оформление культовых сооружений, вопросы выкупа жилья – все это на контроле у руководства Госкомнация. Поскольку были выездные совещания Совета Министров во главе с Сергеем Аксеновым, был ряд дан поручений, были созданы дорожные карты по проблемным вопросам в каждом регионе. Таким образом, на сегодняшний день, с учетом того, что мы должны понимать, насколько двигаются эти вопросы, как они решаются, как выполняются дорожные карты, с этой инициативой мы выходим в первую очередь, конечно же, к населению. Приемы граждан в городах и районах полуострова будут проходить регулярно. О месте и времени наш телеканал будет заранее информировать телезрителей. Предварительно известно, что в первую очередь председатель Госкомнация посетит отдаленные регионы Крыма. София Шукурова, Виталий Голубев, телеканал Миллет.